В Минске открылся еще один центр ипотечного кредитования. Уже со второго полугодия юрлицы смогут заключать кредитный договор под залог недвижимости, не обращаясь в агентство по госрегистрации. Банки начнут работать с ними напрямую, и это ускорит время оформления бумаг. За прошлый год было заключено более 50 тысяч договоров под залог недвижимости. Особый акцент в новом центре будет сделан на кредитование физлиц в рамках указа президента о господдержке граждан при строительстве реконструкции жилья. На финансирование предполагается направить 95 миллионов рублей. Сегодня Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых. Это первое снижение в нынешнем году. В прошлом ставка снижалась в 8 раз. Решение принято регулятором, цедата, с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках. Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования к концу года до диапазона 9,5-10,5% годовых. Национальный авиаперевозчик к летнему сезону обновит воздушный парк. Поставки трех новых самолетов Embraer ожидаются в апреле, мае и июне. Кардинальную замену авиапарка проведут до 2021 года. В прошлом году впервые авиакомпания перевезла более трех миллионов пассажиров. За 2017-й открыли несколько новых направлений из Минска в Брюссель и Нижний Новгород, из Витебска в Калининград. В этом году самолеты белорусского авиаперевозчика начнут летать в Ростов-на-Дону и Казань.